Утро доброе! Вести утро Карачаева-Черкесия с вами. На улице немного пасмурно. Нужно ли взять зонт и что говорят синоптики на этот счет? Узнаем чуть позже, но сейчас время новостей. Школа креативных индустрий Карачаева-Черкесии выиграла кинофестиваль с фильмом о музыкальной семье Кербижевых. Смысл конкурса заключался в подготовке учениками и педагогами школ креативных индустрий, кинопроектов, короткометражных фильмов, посвященных году семьи, а также семейным династиям, который объединяет людей разных поколений в одной семье, посвятивших себя одному делу. Ребята школы креативных индустрий в качестве сюжета выбрали историю семьи Кербижевых, уже четвертое поколение которых занимается музыкой и творчеством. В Черкесске в Центре для развития одаренных детей «Спутник» состоялась выставка графических работ талантливого художника Кошалей Зарманбетова. На этот раз она была посвящена великому поэту Александру Сергеевичу Пушкину. Художник является большим поклонником творчества писателя и рассказал нашей съемочной группе об экспозиции. Альбина Кураченова-Кенджева подробнее. У заслуженного художника республики Кошалей Зарманбетова много наград и регалий, но сам он по натуре очень скромный человек. Для него счастье родиться в один день с великим Александром Сергеевичем Пушкиным. Поэтому художник ежегодно организовывает выставку в честь Пушкина. Экспозицию «Золотой кочевник» открыла графическая работа в исполнении Зарманбетова. Петер, где я учился, объединил там город, детское село, в котором он жил. Вообще, когда мальчиком был интересен истории, поэтому там же обучился, многое увидел. Поэтому, в общем, называется везде, где я бываю, в зарубежном везде, одним названием «Золотой кочевник». Почему? Первые три буквы моей фамилии Зар означают «Золотой», первые три буквы моей имени Кош означают «Кочевник». Кошалей Зарманбетов делится, что стал фанатом творчества Пушкина с самого детства. И именно оно стало отправной точкой к миру прекрасного. Эти работы в основном все новые, потому что у меня были больших размеров, какие-то уменьшил, но я не люблю повторять. Если даже я делаю силуэтом одинаково, где-то что-то добавляю, где-то обрамление какие-то, больше поставил там, где народу, потому что в других странах интересуется, потому что это наша история, наш фольклор. Поэтому мне интересна работа, почему графика, потому что много удобств, здесь не надо. На мероприятии присутствовали поклонники творчества известного художника. Студенты и учащиеся все в один голос говорили, как это здорово прикоснуться к творчеству Зарманбетова. Казбек Бастанов, скульптор, ученик Кошали, вспоминает своего наставника как человека своего дела, исключительно творческого и требовательного. Он нас вел пару, целых шесть лет. О нем могу я рассказать только все хорошее. Он профессионал своего дела. Всегда заставлял нас, чтобы мы работали трижды. Он сверху добавлял работу, чтобы мы пахали. Один из самых лучших преподавателей, которых я знаю, он все отлично показывает, объясняет. Он не строгий, дает какие-то очень полезные советы. Выставка продлится еще несколько дней. Ну а талантливый художник уже рисует в голове образы, формы и решения для новых работ. Альбина Курочинова-Кенжева, Светлана Кокова, Олег Малхожев. Вести Карачаева, Черкесия. Через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск на абазинском языке. Я с вами прощаюсь. Хорошего дня. В заключении расскажу, какой будет погода и ждать ли нам сюрпризов от нее. В Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь, гроза в отдельных районах сильный. Ветер западный с переходом днем на восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, в горах плюс 3, плюс 8. Днем плюс 23, плюс 28, местами плюс 14, плюс 19 градусов. Черкесский кратковременный дождь, гроза. Ветер западный с переходом днем на восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 14, днём плюс 26, плюс 28 градусов.